да слушаю алё да да слушаю вас до слова и что ты мне перезвонил я звонил так руку не брал а кто это тебя положение города беспокоит ахат седую моё погоняло звоню к тебе я поделал ты сейчас дома на работе находишься ради погоди кто ты ахат седую мою погоняло положение с города я слежу за города только зачем вы мне позвонили сейчас тебе объясняю ситуацию ты сейчас дома на работе дома дома ты недавно тем такой помнишь девушки обращался по сайтам легкого поведения ну и ночью звонил девочки до звонил девушки ты когда звонил ты комментарии читал прежде чем звонить беспокоить ну конечно ценник чё почём где находится но это не комментарии это ты мне рассказываешь уши услуги и челю ты комментарии читал там надпись была написана по красному и по белому по желтому чего там было говорю комментарий написано не звонить не писать идет обновление кассовые системы топе девушка была занята на влиятельных людей на три сутки а ты позвонил своим звонком перебил мне три системы 3 системы что у меня в аварийный режим мы с тобой к отвечаем данные вопрос вот этот по телефону либо мне подъехать к тебе по адресу в чём вопрос заключается не понял я тебя объяснил сотки девушка задята говорю было на три сутки на другого человека ты позвонил своим звонком перебил мне три системы говорю мы с тобой к отвечаем тихо мирно по телефону либо мне подъехать говорю так как это решается смотри я щас тебе направляю реквизиты 408 блока который ты их заблокировал оплачиваешь 16 тысячи и 500 рублей и обновляю кассу типа то у девушки был отдыхал со мной на линии я тебе возвращаюсь твои деньги обратно и живи как живу своей жизни только сам и другой раз пожалуйста читая прежде чем звонить девушки комментария на самом что не можешь оплатить и все и зачем гонять мои деньги слушай тогда давай к нему подъедем по адресу это тебя мага беспокоит слышишь слышу а слышу и по доброй ночи хочешь разобраться или по-другому только в чем логика гонять мои деньги к вам потом ко мне потому что что ты здесь в зарядке нас надо тебя понимаешь что ты у нас программе не висел здесь ты нам не нужен здесь как я тебе клянусь валахом и коронам клянусь нет переверу всех ногами сейчас семья не семья дети не дети потом скажу мага почему люди начали по беспределу а я тебе скажу почему начали мои люди беспредел потому что я тебя дупредил и повезти я же тебе сейчас на доброй ночи говорю вопрос решает но будет или нет вот уже люди звонят да сказал он со мной вон на турне по камень не трогайте ничего никого давай алё да да сейчас тебя реквизиты отправляем оплачиваешь и мне перезвонишь мага я платил в течение двух-трех минут получаю свои деньги назад удаляем тебе из программы бак и живи своей жизнью как же единия бля не облядывайся хорошо где гарантию что я деньги свои назад я тебе клянусь валахом а кораном клянусь что ты ты что мной на связи вот так вот будешь приходит смс дать могами деньги поступили добро так а гарантия где я не знаю кто такой малахов кем ты клянешься аллах а ты не знаешь что такое нет ты же сказал мало хам клянешься кораном я аллахом клянусь говорю понял услышу ну так денег нету на карте я только стал ну как минимум часик полтора я выйду за закину сколько час полтора я буду в центре полтора не будет все ладно все ладно брата не надо ничего тогда вопрос будем решать при встрече позвали с тобой ты услышал меня такие дома сейчас нахожусь я не смогу закинуть у меня на карте пустая на еще раз как ты можешь отходить и родной куда буквально это время тебя займет 10 минут то ли нет я клянусь аллахом клянусь да и кораном клянусь что пострадаешь весь семья пострадает твоя ты можешь не кричать спокойно говорите у меня разговор такой ты не доходишь ты наш разговор не доцениваешь понимаешь что ты взял что его недооцениваю я тебя на доброй ноте объясняю родной что как бы твои деньги в течение двух-трех минут получается брата назад так я тебя услышу ты главное меня услышь тоже русский язык понимаешь у меня на карте сейчас денег нету тебя время на это 20 минут хватит через 40 минут я тебе позвоню как буду в центре я сейчас одеваться буду купаться минут через 40 плюс-минус я буду в центре закину себе на карту только сто процентов чтобы не деньги вернулись назад можешь не визжать как женщина ты же мужчина общайся спокойно пожалуйста как общайся как мужчина спокойно не нужно визжать как женщина мы же мужчина мы же спокойно можно вести диалог ты же слышишь я спокойно с тобой общая зачем ты кричишь ты выводишь ты провоцируешь не понимаешь никого не провоцирует слышишь провокацию до главное общайся нормально не надо кричать ладно хорошо хорошо 40 минут а мы ждем давай давай жди да братка алло меня слышно как алло да да слышно да чего там братка я закинул себе на карту куда надо перейдеть хорошо ватсапе напиши мне у меня смс давайте по этому номеру сделать нет у меня поэтому номер другая карта не на меня я тебе скинула куда тебе потом возврат ну давай еще тебе направлю реки дикой смс а ты мне куда назад ватсапе напиши мне у меня смс не подходит давай сейчас напишу давай давай сейчас напишу алло да да какой там инциалы выйдут у тебя там на жену оформлено светлана геннадина все давай приведешь не наберешь там я пора сделаю возродники на возврат а какая сумма я же тебе сказал брат 5 500 какие 5 500 15 600 смысле 15 600 мне вот меня же тебе объяснял 15 6 минут назад звонил от тебя адам человек сказал 5 500 нужно чуть в чем прикол не был чем прикол я тебе мы с тобой общались я говорю мне касса заблокировалась чтобы разблокировать сейчас оплачиваешь 15 часов я обновляю кассе твои деньги перевожу обратно кто такой адам майкоп вот он мне звонил 5 минут назад это мои калидурные тебе значит звонили только чем 5 500 озвучил у суммы я сейчас ему позвоню он что-то глючит что ли вот буквально пять минут назад он мне звонил адам майкоп все давай переведешь я сейчас ему позвоню 15 600 да да давай давай алло алло да 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 чё там брат ну я захожу ты мне звонишь мешаешь на баяне играешь а чё там за баян на заднем плане музыкант что ли продает пацаны отдыхает ну я понял давай сейчас перевожу да 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 еще раз жду возврат давай щас посмотрю перезвонил давай алло алло да братка не пришли что-то деньги там не от моего имени от светланы геннадьевны я же знаю но деньги не поступили чё-то в смысле у меня ушли деньги 15 600 ты чек мне отправить пожалуйста волосся на волосся там я тебе что-то писал лендова алло алло у меня смотри деньги сначала ушли потом пришло и смс какой-то смотри у тебя приостановили операцию ты по номеру можешь перевести по номеру телефона так у меня же написано было то что деньги доставлены сейчас смс пришло что какие-то мошенники что-то такое смотри что это не своей карты никто не пользует что ты не нашел другой номер 9 и переводишь телефон нашел и переводишь другого телефона тебе деньги возврат вернулись правильно сейчас подожди зайду по через psb попробуй что такое псб но по номеру телефона псб до система быстрых платежей да да давай сейчас ошибку выдает не заходит подождать 15 минут вот эту тему почему я откуда знаю почему наверно потому что платеж заблокировали чё это случилось чё за карту вас левая какая-то или чё такие левые карты ты по номеру 900 можешь позвонить подтвердить платеж кто-то на заднем плане постоянно гавкает я не пойму на старше с тобой пообщается алло алло старший да да приветствую меня зовут мага старше что на у тебя это понятно над кем ты старше обозначь пожалуйста я положение старше старше положение что это значит есть может что это значит есть младше положение старше или что да да ты сейчас скажи как оно есть ты блять дома нет я дома все хорошо тогда жди гостя не надо на заблуждение кого-то вести типа ты перевел кому здесь ездишь по ушам родной я спустился ради вас пополнил свою карту чтобы перевести деньги сделали возврат перевожу у меня деньги ушли потом пришло смс то что и для безопасности что-то там остановили перевод я скинул эту смс но я написано то что какие-то мошенники тебя надо позвонить на 900 и подтвердить что ты да действительно переводим вдруг ты телефон нашел и переводишь другого телефона за это служба безопасности у нас тоже на системе сыграла понимаешь или если тебя поклялись аллахом эти дороже деньги нам не нужны твои здесь мозольные деньги и здесь нет ни нуждающих не страдающих родной ты меня услышал они как тебя зовут мага 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 ты делаешь выводы что мои деньги мозольные это вывод говорю мозольные деньги вывод понимаешь ты как бы сомневайся в твоих копейки а здесь в кассе выслушай меня здесь в кассе два с половиной миллиона и что-то знает говорит вообще тебе что-то такая сумма здесь находится если полетит наша касса полетит твоя голова зачем-то вот это аллахом пасана клянешься с чего ты взял что мои деньги мозольные давай вот на этот вопрос отлично твои деньги мозольные ты переживаешь за твои деньги ты понимаешь то есть подожди то есть если человек переживает за свои деньги значит они мозольные да ты конечно мозольная потому что я тебе объясню ты думаешь кто-то тебе здесь наебывает ты говори как есть не надо вокруг да около ходить понимаешь мне пятьдесят шесть лет родной я много чего навидал за свою жизнь так а ты что видишь что я кого-то что-то наебывали что так они же ты говоришь вот и переводишь ты говоришь что там сказал через 40 минут ну вот я спустил это невозможно смотри ты можешь их наличными снять деньги наличными да ну я откуда знаю смысле как ты откуда знаешь но если у меня сейчас система сбербанка онлайн пишет подождать 15 минут это же о чем-то говорит и танец минут ну позвони на 900 тебе скажу скажи что ты да действительно потом и переводишь подтверждаешь позвони мне перезвонишь я с тобой сейчас пообщаюсь тогда по-другому давай без проблем давай давай алло позвонил я в 900 они просят телефону светлану геннадий мою жену потому что карта на нее же оформлена еще расскажи как еще расскажи тебе плохо слышно было позвонил я под номеру 900 они просят телефону светлану геннадий ну то есть мою жену из-за того что от ее имени позвонил я сейчас заблокировали все мои счета все мои карты я не могу не зайти не выйти с этого сбербанка он не работает из-за того что левый человек пытается так а смысл я не могу ничего снять там снять можно наличными они сказали чтобы заработала система вот это сбербанковская нужно чтобы она позвонила подтвердила свою личность ну пускай позвонит пускай подтвердить она сейчас у косметолога находится муж и позвонить час час напишу позвоню что там сейчас подожди я перезвоню там у жены не получается сейчас с тещей общает сейчас может у нее получится а у тещи давай сейчас я с ней говорю перезвоню тебе алло алло да да вот я тебе скинул телефон а перезвоню сейчас алло короче смотри у тещи мне сейчас не получилось за деньги но есть вариант как можно это сделать только нужно будет чтобы ты мне помог в этом понял как в течение ну минут 20-25 еще с ней поеду на ее дачу мы там ремонт и делаем мои камин устанавливаем если ты мне сможешь позвонить у меня в машине громкая связь стоит тебе нужно сказать то что ты представитель компании очаг по поводу камина тебя проект уже готов нужно внести предоплату завтра сможем начать работу и обозначить сумму только 20 тысяч рублей у меня в машине а почему 20 но у меня двадцатка стоит этот камин потому что я тебе объясню мы у тещи на даче делаем ремонт я тебе номер телефона скинул это вот просто скинь жену вот этот номер скажи вот тебе она переведет она не может никуда сейчас зайти не из-за номера телефона там есть привод по номеру телефон оплесной жена позвонила в банке сказали вам нужно продиктовать какие-то там коды пароли которые в банке выдавали какие коды пароли там никакие коды пароли не надо продиктовать я тебе объясню сейчас пойдет и сразу перевод у нее не работает тоже никакой сбербанк у нас общий счет с ней ты сказал у тебя другая карта не и другая карта когда эти такой сказал я пользуюсь жены карты у меня там расчетный русский язык понимаешь или нет ты меня слышишь вообще о чем я тебе говорю я же тебе предлагаю как решить эту проблему тебе просто нужно мне помочь позвонить сказать то что из магазина очаг представитель компании нужно внести предоплату за камин сумму 20 тысяч назовешь теща это услышит я скажу вот нужно переводить деньги за работу пацанам я тебе сейчас напишу точно что нужно сказать чтобы ничего личного ты не сказал ладно алло алло короче чтоб ты понял что я имею ввиду тебе нужно минут через 15 может быть 20 когда есть еще буду в машине просто позвонить и сказать здравствуйте меня зовут ну допустим степан там любое имя скажите славянская то что ты представитель компании очаг я тебе скажу я вас понял этого насчет камина ты скажешь да проект на ваш камин уже готов нужно внести предоплату 20000 рублей завтра уже работники смогут поступить к работе и все тому же я даже я скажу да хорошо там куда чего переводить ты скажешь я сама пришел реквизиты и так далее у меня в машине громкая связь теща это услышит я скажу вот нужно сейчас переводить начну переводить скажу блин у меня не работает сбербанк она это увидит я скажу давайте вы переведете все она спокойно со своей карты теперь ведет я сейчас не общался нами просто я у нее попросил денег в доску мне нужен 20000 буквально на час она меня нахуй послал теща сам понимаешь отношения такие натянуты с ней а если наберешь спокойно скажешь здравствуйте представитель магазина очаг и магазина компании очаг по поводу камина и все нужно предоплата 20000 блин она это услышит все и деваться будет некуда она сама закинет и все алло алло да слушаю вас да здравствуйте добрый день да я по поводу камина звонил компанию что за компания как название напомните камена очаг не поймем повторить пожалуйста плохо слышно каменочек компания очаг да да по поводу камина то что да 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 слушаю вас но готова завтра можем приступать к телу то есть вы имеете ввиду проект уже готов да конечно там все как мы планировали да но что планировали ну весь объект все как вот этот камин все наши чертежи которые мы вам дали вы готовы это выполнить я понял какие действия сейчас что от нас требуется когда к работе можете приступить я сейчас направлю вам реквизиты предоплату делаете мы можем завтра приступать к делу таки вас услышу какая сумма предоплаты 20 тысяч так это сейчас нужно предоплату сделать завтра вы уже будете выполнять работу верно а по срокам сколько там день 22 дня это сто процентов да он будет готов уже да конечно все я вас услышу ну давайте кидайте реквизиты свои вас как зовут степан степан все хорошо степан кидайте реквизиты сейчас я вам предоплату унесу вам отзвонюсь давай давай алло степан алло степан подскажите это какой банк у вас я так понял это из пб втб банк да все через систему быстрых платежей на все этого переведешь набережной мне никогда люди зону алло да 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 степан это через систему быстрых платежей да да банк втб да все я вас услышал сейчас две минутки алло 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 степан пишет нет такого номера втб давай давай сейчас еще что-то ошибся что ли одна цифра давайте алло степан да там у вас получатель владимир александрович все верно да да все я понял все 20 сейчас переводим все давайте алло алло да да чё то не поступили там владимир был получатель не степан но я знаю ты знаешь что это владимир а ну дай твою тюшу я с ним поговорю кого дать тюшу твою мать короче твою мать твою дай мне для чего ну я с ним поговорю парки что сделаете чтоб я тебя вы ебал и твой youtube сколько будешь вылаживать гандон ты ебаный вам чек скинуть я не пойму молодые люди чек а ну-ка скинь ко мне чек ты меня докрутишься с этом ютубом я тебя выложу не так сейчас твоя теща будет камина все а ну ка скинь качать о каком ютубе вы имеете ввиду я не понимаю вас дурочка не включай давай ютуб ебучий чек скинь вам чек скинуть давай скинь давайте вот лови попрошайка хватит тебе столько или еще закинуть ну чё степан получил чек да да и сейчас вот это чек скинул в итог как ты людей обманываешь как назовем как назовем видео у нас разговор все записано я щас тебе скинул в youtube ты посмотришь как ты людей обманываешь я людей обманываешь с твоей мамой деньги снимаешь просто так да ты чё чтоб я твою маму в рот выебал гандон ты ебаный а вы же цыгане а вы цыгане вы цыгане да пацаны чтоб я тебя настрал в рот гандон ты ебаный попрошайки а чё вы на улице не попрошайничали вы же всю жизнь так стояли куда же попрошайки алло попрошайка давай увидимся я тебе мелочи кину в ладошку чё я тебе пишу на ватсапе чё молчишь чё молчишь чё чё на ватсапе пишу чё молчишь тебе мелочь скинуть дурачок я там вообще ватсапе не писал забыл я тебе ватсапе писал ну зайди на ватсап зайди зайди перезвонишь чё ты мне моё видео поставил что ли или чё дебил да да конечно и что дальше так и что а тебя найдут в курсе что тебя прямо в Новосибирске закопают тебя уже ищут нахуй гандон когда меня найдут давайте я вас найду сказать где вы находитесь где сказать даже не да давай я тебе твою локацию прямо сейчас скину и к тебе в течении дня подъедет ОМОН давай давай щас тебя локацию твою скину давай 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 да тупорыл чё дурачок сегодня гостей будете ждать таких же дебилов два дня назад поймали знаешь таких же как вы благодаря мне тупорыло ты здесь не прокатит у тебя что деб твою мать деб твою мать услышал деб твою мать мутант Продолжение следует...